Яблочное. Село в Хохольском районе Воронежской области. Административный центр яблочинского сельского поселения. Село с таким названием находится в Хохольском районе Воронежской области. Впервые оно упоминается в документе 1671 года, но возникло несколько раньше, предположительно в 1669 году. Основателями села являются Костенские драгуны. В то далекое время воронежские земли подвергались грабительским набегам крымских татар. Для отражения татарских вторжений на юге России была сооружена укрепленная линия, состоявшая из деревянных крепостей и земляных валов – Белгородская черта. Одной из крепостей Белгородской черты стал Костенский острожек, построенный в 1642 году у села Костенки над Доном. В 60-х годах 17 века решено было увеличить военный организон Костенского острожка. Для этого набрали на службу еще несколько десятков драгун. Царское правительство не платило денежного жалования Костенским драгунам. Вместо жалования драгунам отводилась свободная земля под пашню. Группа новых драгун получила землю в верстах десяти к югу от Костенского острожка под Яблочным леском, то есть у рощи диких яблонь. Здесь и возникла деревня с названием Подъяблочное. Вскоре деревня превратилась в село. Исторические документы сообщают уже о селе Подъяблочном. В 18 веке название села упростилось. Пропала приставка «Под» и село стало называться так, как и ныне – Яблочное. К этому времени прекратились стычки с крымскими татарами, потомки драгун превратились в государственных крестьян, исчез, видимо, и Яблочный лесок. В советское время выходцы из села Яблочного основали два хутора и перенесли в них название своего родного села. Один хутор Яблочный находится в Лискинском районе, другой – в Острогожском. Статья профессора Захаровского Воронежского университета 1974 года. В 1676 году Яблочное – это село с церковью, имело 27 солдатских и драгунских дворов. В 1765 году в село прибыл руководитель восстания крестьян-однодворцев Гаврила Кремнев. Жители села полностью перешли на сторону повстанцев. В 1769 году в Яблочное приезжал натуралист и путешественник Самуил Готлиб Гмелин в связи с мором, напавшим на крестьянский скот. В селе тогда пало больше ста коров. В 1688 году здесь была построена деревянная церковь святого Дмитрия Солунского. В 1732 и в 1781 годы церковь перестраивалась. В 1881 году была выстроена новая деревянная церковь, освященная во имя Казанской иконы Божьей Матери, с пределом святого Дмитрия Солунского, устроенным в память о Первой церкви села. В 1900 году в селе имелось два общественных здания, земская школа, школа грамоты, 33 витряные мельницы, 4 ружки, кузница, 3 винные, 6 торговых лавок. В 1918 году в селе организовано коммуна «Братство», в которой объединились 25 бедняцких хозяйств. В конце сентября 1919 года большую часть территории района заняли казачьи части под командованием генерала Шкуро. В селе Яблочное сохранилась могила убитых в этот период коммунистов. В оперативных сводках штаба Воронежского укрепрайона село Яблочное упоминается место сосредоточения белых формирований. Старожилы рассказывают, что село переходило из рук в руки. В 1919 году село дважды занимали белоказаки. Они схватили участников за установление советской власти. Три дня издевались над активистом Игнатом Антоновичем Бенюковым. Потом повесили на крыльях ветряной мельницы у перекрестков дорог, идущих на хутор Заречье. Елизару Михеевичу Чернышову было нанесено 9 штыковых ран в живот, обезображено лицо. Их останки были перенесены и захоронены весной 1920 года в братской могиле села Яблочное. Казаки запороли первого комсомольца Саватея Кургина. Утихли бои гражданской войны, и началось строительство новой жизни. На первом этапе индустриализации страны стало заметно, что сельское хозяйство не поспевает за промышленностью. Посевы на полях увеличились, но этого было мало. Новым заводам и фабрикам требовалось больше сырья, жителям растущих городов больше продовольствия, крестьянские хозяйства в деревне оставались мелкими. Негде было развернуться машинам, урожаи были низкими. Требовалось объединить мелкие и единоличные крестьянские хозяйства в крупные коллективные хозяйства. Одновременно с коллективизацией проводилась ликвидация кулачества. В условиях суровой борьбы проходило все это и в селе Яблочное. В 1928-1930 годы кулаков в селе раскулачили и стали образовываться колхозы. Первый колхоз в селе был организован в 1928 году. В него объединились крестьяне-бедняки. По предложению старика Литвинового Константина Васильевича колхоз был назван Первый Пролетарский. 12 ноября 1928 года был утвержден устав сельскохозяйственной артели Первый Пролетарский. В колхозе было 20 лошадей, столько же плугов. Весной 1929 года все повозки и инвентарь были поставлены на двор бывшего торговца Внукова Семена Евсеевича. Первым председателем был избран Кольцов Егор Макарович. Работала начальная школа. В 1930-х годах построили новую школу Семилетку. В 1934 году состоялся первый ее выпуск. Жизнь стала налаживаться, люди мечтали о лучшем будущем, но спокойная жизнь была прервана войной. Более 600 яблоченцев встали под красные знамена боевых соединений. Вернулись домой после войны только около 200 человек. Летом 1942 года село Яблочное было захвачено немецкими оккупантами. Жители изгнали из села в лагерь, охражденный колючей проволокой, в село Семидесятное. Заняв Хохольское село Яблочное, захватчики собрали жителей, выстроили в колонну и погнали полевой дорогой в сторону Староникольского. Свидетельница тех событий, бывшая несовершеннолетняя узница фашистского концлагеря Нина Булатова рассказала, «Мне было 6 лет, но эту бесконечную дорогу я запомнила на всю жизнь. Стояла сильная жара, дорога была пыльная, в горле першила, очень хотелось пить. Но каждую просьбу и жалобу взрослого или ребенка прерывал удар приклада по голове. Мы с мамой и бабушкой с трудом дошли до места. Там пленников поместили в сарай, кормили скудно, гоняли на работу, освободили узников в январе 1943 года советские войска. Одежонка у нас износилась, убави почти не было, как идти домой по глубокому снегу в мороз. Снимали с убитых немцев ботинки, плащ-палатки рвали на портянке, добирались домой пешком из последних сил. Пришли в село, от родного села не осталось ничего, стоял только колодец и соломенная кадушка для зерна. Сад был весь выпилен. И на таком пустом месте мы начали жить заново. Копали землянки, селились по несколькой семей в уцелевших хатках, работали не покладая рук, сутки напролет. Днем в колхозе, а ночью на своем огороде копали и сажали. Много лишений и трудностей выпало на долю женщин и детей в 1940-х годах. Пешком ходили за керосином и семенами зерновых на станцию Латную. Землю пахали на валах, вручную косили поля созревшие ржи. Село было освобождено в январе 1943 года. В ходе Острогорско-Рассашанской наступательной операции участвовали части 141-й и 232-й стрелковой дивизии, которые входили в 60-ю армию. Многие сложили из них свои головы за освобождение села. Останки находятся в братской могиле села. Менялся облик села. С января 1943 года начались занятия в школе. В 1950 году стали укрупнять колхозы. В селе осталось одно большое хозяйство – колхоз «Память Ильичу», председателем которого был Егор Макарович Кольцов. В 1950 году была построена средняя школа. В 1984 году в селе Яблочное построено новое здание школы. Многие знатные люди вышли из стен этой школы. Здесь учились будущие летчики Виктор Кожухов, Александр Кузнецов, профессор, доктор экономических наук, автор поэтических строк Василий Кольцов, который подготовил сотни специалистов народного хозяйства, имевшие множество наград в годы Великой Отечественной войны. Много врачей, учителей вышло из стен школы. Яблоченское сельское поселение, как сельсовет, образовано в 1963 году в составе Хохольского района Воронежской области. В данный момент на территории сельского поселения имеются два магазина, закусочное, отделение связи, Яблоченское СОЖ, Яблоченский дом культуры и Досова, участковая ветлечебница, станция «Мегафон», заправочная станция, станция «Мост Трансгаз». Яблоченское сельское поселение живет и развивается. С 2004 года идет газификация села. Имеется 2 километра дороги с твердым покрытием, уличное освещение. На территории поселения проживают русские, азербайджанцы, армяне, лесгины, украинцы, немцы, поляки. В 2009 году газифицировано 10 домов, проложена ветка газопровода длиной 300 метров. В 2010 году газифицировано еще 17 домов. На 2010 год в селе проживает 744 человека.